В этом выпуске сезон миграции. Проглядел. Несобачий корм. Орган Сталина. Начинаем тандер-шоу. Как вы все наверняка знаете, в дикой природе многие звери передвигаются стадами или стаями, чтобы был проще защищаться от опасностей. Оказывается, что танковые боты в War Thunder тоже предпочитают двигаться группами. У них даже есть свои вожаки, за которыми следуют остальные члены стаи. Увы, порой это приводит к трагическим последствиям. Вожак этой стаи не справился с управлением и вылетел в реку. Но его верные соплеменники не поняли, что о за опасность таится за краем набережной, и один за другим нырнули в воду, повторяя участь главаря. Печальное зрелище. Откровение из мира ботов сообщает шутбой. Вот его золотые орлы. Умение расставлять приоритеты в горячке боя — один из важнейших навыков настоящего пилота. Вовремя понимать, на какую цель переключиться, от кого ждать атаки, а кто сейчас опасности не представляет, на это способен не каждый игрок. Но порой предугадать то, что произойдет, практически невозможно, и Отто фон Шмидт попал именно в такую ситуацию. Сбив вражескую швальгу, он переключается на следующего противника и совершает маневр уклонения, избегая лобовой. Увлеченно следя за новой целью, он не замечает, как корпус ласточки стремительно приближается к его машине, пока столкновение не отправляет его на респаун. Гибель от собственного фрага — это серьёзный фейл, который приносит автору 5000 голды. Скоро зачислим. За танком «Чаффи» среди некоторых игроков закрепилось не самое лестное прозвище «Чапи» в честь знаменитой марки «еды для собак». Эти люди считают машину посредственной, указывая на недостаточную для лёгкого танка подвижности крупные размеры и слабоватые для среднего танка бронирования и орудия. Но Тимофей Иванов считает, что нет плохих танков, есть плохие танкисты. Так это или нет, судить вам. А пока предлагаем взглянуть на то, как наш герой на своём «Чаффике» оформляет пару эпичных киллстриков. Благодарим за видео и отправляем в награду 5000 «Золотых орлов». Будем ждать новых видосов. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Во времена Второй мировой немецкие войска прониклись благоговейным трепетом перед советским РСЗО «Катюша» и даже дали им прозвище «Сталинский орган». Кто бы мог подумать, что в нашей игре этого музыкального инструмента вождя стоит опасаться даже могучему Абрамсу. «Never Say Die» на своём БМ-13 одним успешным попаданием через всю карту уничтожает американский танк, вызвав пожар и взрыв топливных баков. По-настоящему оригинальный момент, заслуживающий попадания в эту категорию. Отлично! А автор заслуживает награды. Вот она. Скоро капнет на аккаунт. Время выбрать лучший комментарий недели. Перц сказал, вы... вы ведь тоже видите сердечко. За который автор получает 1000 золотых орлов. Пожалуйста, ответь на победный комментарий своим игровым имейлом и именем игрового аккаунта для зачисления приза. Друзья, обращаем внимание, что процесс зачисления золотых орлов может занимать до пяти рабочих дней. Спасибо, что смотрели Тандершоу. Теперь давайте напомним правила участия. Шаг первый. Запиши и смонтирай видео длиной до трёх минут, подходящее в одну из четырёх ранее упомянутых рубрик. Внимание! Видео должны быть опубликованы впервые. Закрытые видео и видео с доступом по ссылкам мы не принимаем. Видео также не может нарушать авторских прав третьих лиц или компаний. Шаг второй. Подпишись на наш канал по адресу на экране, а также поставь лайк этому видео. Шаг третий. Залей своё видео на YouTube и пришли нам ссылку на тандершоу собакагодин.ру, обязательно указав в письме имя своего игрового аккаунта и электронную почту, привязанную к нему, чтобы мы могли зачислить на него твой приз в случае твоего выигрыша. Каждую неделю мы награждаем четырёх победителей суммой в 5000 золотых орлов. А ещё у нас дают бонусы за лучшие комментарии недели, так что снимай, присылай, смотри и комментируй. Халявы хватит на всех. До встречи через неделю.